Крупный пожар разгорелся минувшим вечером в поселке Рябинушка, что в набережных Челнах. За считанные минуты огонь охватил несколько домов и надворные постройки на шести участках. Люди остались буквально без всего. Сгорели строения, все имущество и даже теплицы с урожаем. Выводя людей из горящего дома, пострадал 17-летний молодой человек. Все подробности у Айрата Назипова. А где бюро опасно? А где они? Как раз сарай горел, они даже документы не успели вытащить. Мы потом, когда все это закончилось, пошли, в час-два часа ночи, пошли аккуратненько документы. Там прям с крыши капало, мы так аккуратненько прошлись, документы забрали. К счастью, зал как раз не сильно пострадал. Помимо сгоревших домов, бань и сараев, челнинцы остались и без урожая. Во время пожара огонь перекинулся и на теплицы. Вы представляете, вот баня, сарай. А у нас, например, в амбаре у нас хранились весь инструмент. А там и электрические пилы, и рубанки, и как там они называются, я не знаю. Но все там было. Весь инструмент, потому что хозяйство, все сгорело. Во время пожара пострадал 17-летний молодой человек. Он выводил бабушку и дедушку из горящего дома. Его госпитализировали с предварительным диагнозом отравлением угарным газом. К нам был доставлен бригадой скорой медицинской помощи, которая уже начала во время транспортировки оказывать необходимую помощь. Ночь провел он в отделении реанимации. На утро также состояние с положительной динамикой, без угроз для жизни. Ребенку все это обошлось. И утром тоже был переведен уже в отделение. Пожарным удалось отстоять от огня 6 частных жилых домов, расположенных в непосредственной близости от пожара. Общая площадь возгорания составила 396 квадратных метров. Ущерб еще предстоит подсчитать. На данный момент по факту пожара в поселке Рябинушка прокуратура Автограда начала проверку. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося. Но по предварительной версии огонь вспыхнул из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей.